Мировая премьера в Самарской филармонии «Витязь в тигровой шкуре». Не симфония, а симфонические моменты. Именно так свое произведение назвал петербургский композитор Александр Изосимов. Сочинение посвятил грузинскому государственному деятелю поэту XII века, автору Хрестоматийной, эпической поэмы Шота Руставели. В этом году отмечают 845 лет со дня его рождения. Масштабный замысел требует масштабного воплощения. К этому концерту готовились долго. Многоконкретные сроки Михаил Щербаков не называет, шусят, коммерческая тайна. Прежде чем приступить к репетициям, нужно было тщательно изучить партитуру «Витязя в тигровой шкуре». Очень своеобразное произведение, основанное на каких-то грузинских таких ритмах зажигательных. Своеобразных очень, восточных, витиатых. Автор подготовил нам ноты, прислал все ноты для всего оркестра и партитуру дирижерскую. Композитор Александр Изосимов долго искал тему, в которой красота Древнего Востока могла бы соответствовать его представлению. И, наконец, сюжет был найден в образах поэмы XII века «Витязь в тигровой шкуре». Сочинение было написано за несколько месяцев, два года назад. Композитор назвал его симфоническими моментами. Писал следуя традициям римского Корсакова. Крупное произведение состоит из четырех частей. В Самаре исполнили первую и заключительную. Мне понравились некоторые эпизоды, особенно у деревянных духовых были моменты. Вторая часть запомнилась больше, чем первая, честно скажу. Ну, интересные произведения. Кроме «Витязя в тигровой шкуре» оркестр Самарской филармонии исполнил одно из ключевых музыкальных произведений XX века. Сценическую кантату Карла Орфа «Кармина Бурана». Впервые она прозвучала 80 лет назад. Татьяна Пудова, Алексей Гриднев, Новости губерния.